Всем привет! Есть у меня вот такой отличный налобный фонарик. Размер маленький, светит ярко, есть несколько режимов работы. Но есть проблема. Он очень быстро разряжается. Использую его я на работе, и поэтому когда он садится, мультиметром в щитке очень трудно становится куда-то попасть. Значит, эту проблему со слабым аккумулятором надо как-то срочно решить. Здесь установлен литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 вольта. Емкость этого аккумулятора чуть больше 300 мАч. Даже на минимальной яркости фонарик работает недолго, около 2 часов. Для моей работы это очень мало, и поэтому аккумуляторы надо заменить. Конечно, такие аккумуляторы бывают и на большую емкость, до 3000 мАч, но стоят они недёшево, дороже самого фонарика. Поэтому вместо заводского аккумулятора я поставлю другой аккумулятор, а точнее два. Те, которые достались мне бесплатно. Вместо родного аккумулятора я буду использовать два таких. Емкость каждого из них по 850 мАч, а напряжение такое же, как и у заводского. Такие аккумуляторы можно вытащить из вейпов. В одном вейпе находится один такой аккумулятор. Напряжение у них всегда одинаковое, а вот емкость может отличаться, но это влияет лишь на продолжительность работы. Аккумуляторы в вейпах обычно неплохие, высокотоковые, и их емкость совпадает с той, которая указана на этикетке. Выкидывать такой аккумулятор вместе с вейпом является большим грехом. Как я уже сказал, я буду использовать два таких аккумулятора. Но если у вас будет всего один такой аккумулятор, то это тоже не проблема. Всё равно его емкость будет больше, чем этого заводского. Два аккумулятора будут располагаться в фонарике вот так. Но если их соединить последовательно, то получится очень большое напряжение, больше 7 вольт. А нам надо оставить напряжение 3,7 вольта. Поэтому их надо соединить параллельно. Располагаться у меня они будут вот так. Таким образом, емкость аккумуляторов сложится, получится 1700 мАч, а напряжение останется таким же, 3,7 вольта. Аккумулятор я соединю перемычками из проводов. У аккумуляторов есть вот такие гибкие вывода. К ним и буду припаивать перемычки. Под этими выводами обычно находятся круглые картонные прокладки. На время пайки этих выводов эти прокладки лучше оставить, чтобы случайно не прожечь аккумулятор паяльником. Да и вообще эти прокладки лучше и не убирать, чтобы случайно тем же самым выводом из аккумулятора не проткнуть оболочку аккумулятора. По бокам аккумулятора обычно есть цветная изолента. Там, где черная, это минус аккумулятора, а там, где красная, это плюс. Минусовые стороны я состыкую вместе, а плюсовые соединю проводом. От минуса тоже отведу небольшой провод. Затем минусовой контакт аккумуляторов я соединяю с минусом на фонарике, там, где находится пружина. Провод не припаиваю, а просто наматываю. Потом ложу пару слоев изоленты, чтобы полностью закрыть пружину. И с немалым трудом всовываю туда два аккумулятора. Два таких аккумулятора длиннее, чем обычный аккумулятор формата 18650, поэтому пружина под изолентой полностью сжалась, да и сами аккумуляторы немного приплюснулись по бокам. Хорошо, что они сделаны в пластиковых пакетиках, но сильно сжимать их, конечно, нельзя. Плюс аккумуляторов, как и задумано, будет прижиматься к плюсу фонарика, а минус, как я уже сказал ранее, будет идти по проводу. Ну и, наконец, давайте попробуем посчитать, на сколько времени работы хватит этого фонарика с новыми аккумуляторами. С этого преобразователя буду подавать ток напряжением 3,7 В. Правая светодиодная матрица на максимальной яркости потребляет 337 мА, а на минимальной – 170 мА. А на минимальной – 170 мА. Левый светодиод на максимальной яркости потребляет 330 мА. В общем, одинарный светодиод и светодиодная матрица потребляют одинаково, просто светят по-разному. Один фокусирует свет, а другой рассеивает. Если на максимальной яркости включить оба светодиода, то потребляемый ток будет 640 мА. Получается, в таком режиме на новых аккумуляторах фонарик проработает аж 2,5 часа. Ну а на минимальной яркости любого из светодиодов, правого или левого, он проработает примерно 10 часов. Как видите, апгрейд получился довольно неплохим. Работы фонарика хватит на целый рабочий день. Можно залезть в угольную шахту и выйти из нее только в конце смены. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, если кому-то что-то непонятно. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok